всем привет ребята сегодня у меня очередной влог правильного питания для вас и вообще просто сегодня побудем вместе со мной вместе с нами с димой и эмо естественно я уже позавтракала я готовила оладьи такие очень вкусные с сыром и цукини цукини кстати надо прогуглить цукини это то же самое что и кабачки зеленые я вот что-то как-то не в курсе сейчас я буду принимать а витамины кстати насчет витамин сейчас я принимаю только жиры одну капсулу в день обычные жиры омега 369 также я принимаю вот такую одну капсулу витамин макси это для волос кожи и ногтей в принципе мне они нравятся вот уже как две недели я их принимаю я если что заметил ним полосы меньше начали выпадать вот реально то что вот я первая заметила на сегодняшний день это начали выпадать волосы гораздо реже кожа ну не знаю вообще проблемы до сих пор с кожей как бы я лечусь немножко попозже вам об этом расскажу и возьму одну капсулу в принципе сказано что нужно принимать две но это слишком большая как бы доза для меня так как я принимаю еще какие-либо добавки так что принимают две витаминки и мы димой собираемся проедемся погулять кстати тут гораздо проще вообще поставить машину вон там наша красненькая стоит не нужно платить ничего до пяти вечера поставил себе машину их просто хочешь гуляешь зашли в какой-то корейский магазин опять же каких-то неведомых вещей вот что это такое вообще петенюшки это точно вареники только кореньки я боюсь что там внутри дома до ребят смотрите что мы нашли вы видели в ютюбе вот эти вот в ролике когда пробует такую лапшу супер ядреную супер остра так что мы возьмем наверно с димой пару пачечек суши после таиланда это будет просто ничто на и просто говорят что это вообще же вот и по моему вот это по моему она попробуем давай возьмем листы ну и вообще класс смотри слушай точно если нужно будет что-то приготовить такое можно здесь брать класс тут прям все-все-все есть just seven cards use one to go face up these me with my wild card keep them up here give them какие-то Мы уже едем домой, кстати говоря, у нас сейчас октябрь и в октябре тут байкер фест, это столица американских байкеров в городе. Да, очень много байкеров, мотоциклов, классно, конечно, скучаем немножко, да, по вот этому ощущению. По Таилану? У нас же не было прям такого байка, но все равно что-то есть. Но, блин, это ощущение, я раньше думала, блин, какие дураки ездят на этих байках, это же просто мяско на коляске живое, но на самом деле это какая-то романтика. Своя романтика, да. Да, существует романтика. Мы даже кабриолет купили машину только по той причине, чтобы вспомнить, как ездить на байке. Ну, как, что такое ездить на байке? Когда ветерок дует в голову. Да. Ну что, мы приехали уже домой, сейчас попробуем вот эту лапшу. Какая она сказала самая острая? Это. Самая острая? Давай тебе. Так, 530 калорий в поповке. Здесь какие-то стандарты корейского. У меня 480. Более 30, я не делаю. А у меня почему-то квадратная. Это по форме лица. По форме лица. Вообще напоминает старую добрую милину, да? Ну да. Да, ну это просто... Я никогда полностью весь пакет не засыпала. Ну давай весь. О, ядочек! А у тебя что-то нарисовано там? Я видела, какую-то эту черную жижу все лили, и там просто жесть какая-то острая. Блин, все, да? Все выливай. После Таиланда не страшно. Вот у тех, кто жил в Таиланде... Дима до сих пор не отпускает его. Смотри, у меня какие-то тут штучки прикольные, что ли. В Таиланде был японский набор для еды, где был сладкий острый пень. Какой-то соус, помнишь? Глянь, ну красят пальцы, посмотри. Положи, я такой. Все на лице! Болтайте! Вы мой лицо! Сейчас будет печь лицо! Только немного, аж я не люблю, когда много. В смысле немного? Давай, давай, давай. А это колбаса, что ли? Я не знаю, что это. Ну все, просто мы неправильно тарелку взяли, на самом деле. А вот эта штука черная, я испачкал себе лицо и попачкал, у меня жгет теперь щеку. Именно жгет щеку. Так, теперь давай тарелочки прикроем, и пусть она постоит минут, не знаю, пять. Давай попробуем! А что у нее пахнет как-то странно? Нормально пахнет, для тех, кто тушит. Получай зеленью! Оно еще атакует меня, давай. Я не буду. Нормально. Нормально. Это очень остро. Ой-ой-ой, подожди. Сейчас что-то начинает доходить до меня. Ой, у тебя такая смешная. У тебя пахнет рыбой прямо. Что-то я подношу к носу, он даже мне пробивает нос. Ну, у тебя лайтовая, нормально, после этого. Корейцы, да, умеют. Оно поначалу непонятно. Короче, корейцы от тайцев недалеко ушли. Мне кажется, именно вот эта штука черная, смешится. Самое оно. Уф, три, самое красненькое добавили. Это гастрономическое извращение. Оно приходом идет. А потом, когда у меня даже печет щеки пекут. Нет, ну это вообще классное. Вот это вообще классное. Но вот это, это жесть какая-то. Кстати, вспомнились ребята из Кэти Фэмили. Помнишь? Самые? Да, ребята. Как раз мы с ними встретились еще в Таиланде. У них, кстати говоря, тоже есть свой канал. Они начали, по-моему, в то время... Блин, мне гугу пекут. А у меня печет щеки пекут. Да, они начали свой канал, когда мы были в Таиланде. И до сих пор снимают. У них очень много классных челленджей. Типа такого плана и не только. Так что можете заценить их канал. Мы каждый вечер, наверное, посмотреваем их ролики. Классные ребята. Там очень классные видео, смешные. Так что мы оставим ссылочку в описании. Я, наверное, доем. И мою тоже. Не, ну это слишком. Класс! Ребят, пришла мне посылочка. Я в очередной раз рискнула и заказала себе шляпу. Я не знаю. Мне кажется, у меня вообще шляпы не идут. Чего я их заказываю? Вот такая интересная соломенная и с черным ободочком. Нужно будет примерять как-нибудь. Думаю, будет смотреться очень круто. Действительно, на загорелое тело. Очень мне нравится. Главное, примерить. Здесь, кстати, есть чашечки. И вот такие завышенные трусики. Сзади обычные. Кстати, это все Shein сайт. Также вот такой у меня костюмчик есть. Это, кстати говоря, шортики с завышенной талией. Также идет здесь топик сзади на завязочках. Как раз этот костюмчик я взяла как комплектом с этой вот шапочкой. Мне кажется, будет смотреться реально очень мило. Ну и последнее, что заказала. Вот такой вот миленький топик на завязках. Здесь сзади тоже завязочки. Смотрится как бандама. Я как-то так делала с реальной бандамой. Но тут все-таки это как кофточка. Тоже смотрится очень мило. Мне кажется, под джинсовые шорты. Или вообще джинсы будет очень круто смотреться. Мы сейчас приехали в такой классный парк. Вообще у нас смысл взять, как-то купить удочки. У нас есть уже наживочка. Вот эта вот. И приехать в вот такой вот замечательный парк. Боже, как здесь классно. Кстати, здесь можно с собачками, я так понимаю. Можно взять собаку, наживочку и прийти. Это Халикфакс Ривер, да? Как-то называется. Такая речушка. Да, и вот такой парк классный. Все так обустроено. Здесь сколько людей. Вообще классно. Такие детские площадки. Сейчас, кстати, очень комфортная погода. Да, уже наступила. Как бы осень пришла. То есть нет такого именно пекучего солнца. Очень комфортно, да. Классно. Это как из друзей Рейчел волосами застряла в таких вот... О, боже, смотри, это как металлические трусы. Трусы верности. Давай, потолкну тебя, чтобы ты в космос улетел. Давай. Йуху. Что тут дурачка испугать? Вау, это такая классная площадка детская. Слушай, я бы тут сама гуляла. Ты посмотри, как тут классно. Это типа такой камень. Тут можно прыгать. Класс! Как прикольно вообще. Ну что ж, мы уже приехали. Сейчас я буду готовить обед и одновременно ужин. Здесь у меня вот такая формочка, которую я застелила фольгой. И две куриных филешки, которые замариновала дня два, наверное, назад. Я сделала надрезанное филе и маринад у меня из сметаны, лимонного сока, немножко лука и, в принципе, соль, перец по вкусу. Ничего особенного, но я думаю, она будет очень мягенькая и очень сочная, потому что она реально лежала у меня в холодильнике дня два. Кстати, ребят, хочу вам показать полочку для Эммы, для нашей собачки, еду, которую она ест. Мы уже, наверное, который месяц, месяца, наверное, четыре, покупаем ей один и тот же корм вот этого бренда. Я, к сожалению, не специалист в каких-то брендах, хорошо или плохо, но он достаточно недешевый. И Эмка ест именно вот этот прям захлеб. То есть, именно с вкусом лосося и сладкого картофеля, неплохо тогда именно этот бренд есть. Мы как-то покупали ей вот такую упаковку другого корма, но она его вообще не ест. Я не знаю почему, то есть, ей очень нравится конкретно этот, это уже закончилась упаковка. Также у нас есть вот такие вот печеньки очень милые, тоже хорошо их хрустит. Вот такие колбаски, тоже хорошо кушает, как перекусик. Но я вам хотела показать именно вот такие витамины, мы их купили месяца два назад, наверное. Не то, чтобы у нас были какие-то проблемы со здоровьем, но просто хотели дополнительные витамины купить для собачки. И здесь вот такая гигантская упаковка, она предназначена на год, то есть, одну капсулу в сутки вечером мы даем собачке. Кстати, она ее достаточно хорошо кушает, я ее разламываю на несколько кусочков. Она пахнет, как какой-то корм. Первое, что мы заметили, это даже не то, что она стала более активной, по-моему, она всегда была суперактивной, а именно шерсть. То есть, она стала какой-то более пушистой, что ли, очень блестит шерсть, вообще такая мягенькая стала. И какашки блестящие. Ну, то есть, реально видно, что собака какая-то более здоровая стала, да? Ну, в общем, нам нравится, так что, как закончится, будем покупать вот такие вот дела. И сосочки более твердые. Да. Так что, ребят, я, наверное, буду заканчивать сегодняшний влог, надеюсь, он вам понравился. И мы будем стараться снимать, кстати говоря, влоги почаще, так как мы более свободной сейчас стали. Да? Эмка, ты не против? Ты не против? Скажи всем пока. Все, ребятки, всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok